Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы презентуем вам концепцию быстрых побед на улице Конституции Казахстана, города Петропавловска. Эта концепция подготовлена нашей организации для того, чтобы сделать нашу улицу комфортнее для всех и вообще не дорогими, не сложными методами. Мы делали очень много исследований с цифрами, с разными данными и готовы показать вам это сегодня. Вообще не дорогими, не сложными методами. Мы делали очень много исследований с цифрами, с разными данными и готовы показать вам это сегодня. Пойдемте дальше. Значит, переходим сразу к цифрам. Вот здесь на таблице вы видите, сколько людей пересекает данные перекрестки. Самые главные – это и перекрестка на улице Конституции и на каких видах транспорта. Далее мы также высчитали то, что только 7% спешиваются на перекрестках, когда едут на велосипедах. Это показывает то, что правило, которое дано нам в ПДДРК, оно неэффективно в этом плане. Почему? Потому что это банально неэффективно и это очень трудно и занимает много времени. То есть время оно повышается на 40%, что очень весомая часть всей поездки на велосипеде. И просто неудобно 9 раз подниматься, спускаться и так далее. То есть пешеходы, велосипедисты сами выбирают то, что они хотят делать. Также, чтобы побороть эту проблему, мы должны сделать так, чтобы переходить эти улицы на велосипеде. Сверху возможно было по правилам, используя знак 1.22 ПДДРК. Это вот такой треугольничек, который предписывает то, что автомобиль должен уступить велосипедисту. Также здесь нужно переделать концепцию вообще знаковую на улице. Потому что сейчас, когда мы видим, когда стоит знак кирпич на въездах на улицу Конституции, это означает то, что даже на велосипеде нельзя сюда заезжать. И формально каждый велосипедист нарушает ПДД, когда заезжает на пешеходную часть улицы Конституции. Здесь, конечно, можно использовать знак движения механических транспортных средств запрещено. Вот. И поэтому правила будут соблюдаться. Вот. Но также можно использовать знаки пешеходная, велодорожка. Вот. Можно даже объединенную версию использовать, но она только в России предусмотрена. Но это не мешает тому же Акимату использовать только российский знак, кроме, который есть на вокзале. Вот. Идем дальше. Мы хотим рассмотреть несколько перекрестков. Вот. Один пример. Это улица Пушкина. Вот. Это довольно-таки опасный переход. Там каждый год гарантированно сбивают по несколько человек. И это очень опасно, потому что там и детей много, много взрослых. Вообще транспортные потоки, что на машинах, что пешеходных, там достаточное количество. И чтобы обезопасить это, мы должны, во-первых, запретить парковку ближе 5 метров, что и так прописано ПДД, но это зачастую сильно игнорируется водителями. Мы должны построить переход таким образом, чтобы пешехода было видно. Видно справа, видно слева. Чтобы, если условно-гипотетический ребенок выбежит на дорогу, его возможно было увидеть задолго до того, как человек заедет на переход. И чтобы гибели не было. Вот. Это достигается простыми методами, как оставки безопасности и треугольники видимости. То есть мы их для начала, чтобы не приделать их сразу в камень, мы будем использовать столбики. Вот. И этими столбиками мы будем показывать то, что здесь нельзя парковаться, здесь нужно немного подвинуться, и все будет нормально. То есть это адекватная практика, потому что даже если взять ту же самую улицу Пушкина, то есть правые ряды там зачастую запаркованы. То есть даже когда мы сузим вот этот переход на только две полосы, то там никто не встанет в пробки сразу. Вот. Так что это нормальная практика, так делают везде в мире. Вот. Такое же мы и предлагаем с улицы Мира, ее немного сузить, чтобы она была чуть более адекватная. Потому что, если вы помните, там находятся две полосы только юридические. Ну, то есть разметка там только на две полосы. Но спокойно туда помещается аж четыре ряда. Ну, что неправильно, конечно, потому что там очень сложная система парковок. Непродуманная система парковок, потому что там парковка, елочка идет. Елочка это очень небезопасно. Вот. Мы предлагаем не только сделать парковку параллельной. То есть убрав елочку. Мы еще и предлагаем немного сузить переход, чтобы он был безопаснее для пешеходов. Потому что их там также банально больше. Вот. Дальше мы переходим к Shared Space. Почему это важно? Потому что есть такие банальные примеры, как улица Горьев, например. Это центральная улица нашего города. Но как бы там четыре полосы в тех пределах, где находится улица Конституции. И это не совсем безопасно, когда транспортные потоки пересекаются с пешеходами. Но как бы там один только пешеходник есть. Хотя люди ходят и туда, и сюда, и туда, и сюда. Чтобы обезопасить и пешеходов, и автомобилистов от наездов на них, мы должны сделать там Shared Space. То есть как дворовая зона. Вот. То есть чтобы люди могли, должны были бы, как, уступать пешеходам. И водители бы сами знали то, что здесь гонять-то не надо. Вот. И если мы это сделаем там, то мы не приведем себя к какому-то транспортному коллапсу. Мы не сразу встанем в пробки. Это тупики. Вот. Такие же, как на Алтенцарина, Советской и Горля. Вот. Примеры есть прям везде. Даже в Казахстане скоро будет. И в России. Вот. Вообще это применяется зачастую в Европе, но мы можем сделать это, и я предлагаю это сделать. Это очень дешево, и это очень эффективно в плане безопасности и комфорта. Вот. Это можно обеспечивать знаками, физическими барьерами, как катки, например, с деревьями. И будет красота. Вот. Дальше поговорим про парковки. Парковки должны быть платные в этом районе, потому что здесь просто административный и бизнес-центр нашего города. И чтобы обеспечить парковку для всех, мы должны сделать ее платной. Потому что спрос на нее с каждым годом все больше и больше. А парковки больше не становится. И это логично. Так делают везде в мире. Даже в Казахстане. В Алматы, в Нур-Султане и так далее. Льготы, конечно, должны быть для местных жителей. Там, как Мансель Пасс или там Эннел Пасс. Как это делают в Москве, например. Вот. И также мы всегда должны работать с нелегальной парковкой, как вот на этой схеме. Вот. То же самое можно делать катками, вазонами, столбиками и так далее. И это реально поможет, потому что, когда автомобили ставят, автомобилисты ставят свои крыта на прежнюю часть, на перекресток, точнее, Сульцкая институция, это отвратительно. Это нарушение ПДД. Но их никто, во-первых, не совхует. Во-вторых, они всем подряд мешают. В том числе и другим автомобилистам. Вот. Также мы должны бороться с грязью. С грязью мы будем бороться с закрытием, перекрытием, точнее, земли. Вот. Чтобы просто-напросто люди по ней не ходили, а ходили по такой же брусчатке. Ну, можно даже сказать, по дышащей брусчатке. А в местах, где растут деревья, мы будем делать преследы. Делают везде, и это поможет нам не только побороть пыль и грязь, но и сделать улицу комфортнее, улицу более широкой и вообще будет более приятнее. И также мы не будем затаптывать корни деревьев, и деревьям особо-таки не будет ничего от этого. Также, вот, есть некоторые ореки, которые вот я тоже предлагаю закрыть решетками. Вот. Это, я думаю, нормальная тема. Вполне-таки можно разобраться с этим. Вот. Есть проблемы с... С ливневками. Вот. Некоторые ливневки, они просто не предусмотрены кое-где, и вода просто стекается под ноги, там происходят лужи, потом эти лужи зимой застывают, происходят катки. Где я, кстати, упал один раз. Вот. И это отвратительно. Вот. Мы должны тоже проработать эту систему. Но это, как бы, уже более такая детальная проблема, которую нужно прорабатывать более финансово и материально, покрупнее. Вот. Также есть проблема с дизайном кодом. С дизайн-кодом вывесок и рекламы. То есть, она практически никак не регулируется. Вот. Магазин ЦУМ, там, например, великолепное здание ЦУМа, закрыто просто отвратительной рекламой какой-то. Вот. Вместо этого ЦУМ может, как бы, обратно там поставить стекло, то есть, открыть его от этой рекламы, показать свои торговые ряды, то есть, чтобы были прилавки видны, чтобы была красота. Вот. Это делают везде в мире, даже в Нур-Султане. Вот. И нечему бояться здесь. Это мировая практика. Вот. Когда мы так закрываем наше прекрасное прошлое от людей, это становится печально, потому что теряется вкус, теряется красота и также теряется и прибыль зачастую. Вот. Такие принципы, они даже соблюдаются, я вам скажу, в ТРЦ. В ТРЦ вы не увидите везде там пестрых реклам каких-то, каких-то там звуковых, аудиореклам, потому что все знают то, что это отвратительно, никому не нравится и это отбугивает покупателя. Вот. Также, также хотелось бы добавить то, что не нужно красить кирпич. Кирпич – это естественный каменный материал, который сам по себе и прикрасим. Вот. Когда мы красим его, то мы подвергаем его тому, что он не дышит, он разрушается, когда идут дожди. И мы просто скрываем, опять-таки, историю, вот, по фотографиям с 20 века мы видим то, что улицы Конституции и здания на ней, как здания музея, например, они были более белого цвета, но не красные, каковыми они являются сейчас. И порой эту серую краску даже видно, вот. И мы должны, я считаю, мы должны вернуть историческую справедливость и вернуть эти краски. Не то, что краски, а тот цвет кирпича и сам кирпич. Вот. И я считаю то, что у нас даже есть примеры того, например, на улице Абая или даже здание ресторана на улице Конституции. Там не красят кирпич, и он не развалился. Все с ним нормально. Поэтому здесь нечего бояться. Вот. Также добавил бы про зелень и зеленые насаждения то, что каждый год садить вот такие вот петуни, такие одногодки, это бессмысленно и очень затратно. Мы тратим просто миллионы тенге каждый год, чтобы засадить наш город. И это повторяется из года в год. Это нерационально в дальносрочной перспективе. И я считаю то, что мы должны садить многолетники, как и хвойные, так и лиственные, что поможет нам сделать город и приятный круглый год, вот, и сэкономив деньги на этом. То есть, вот, такие сады, как вот вы видите, перед Ассамблеей народов, она работает каждый год, ее там не надо выкапывать сто пятьсот раз, вот. И вместо вот этих вот однолетников, которые там висят, растут буквально три-четыре месяца, и потом там опять-таки картофельные поля находятся. То есть, разбив сады, мы сделаем наше место жительства просто прекраснее и красивее. Я вас всех благодарю за то, что вы послушали нашу презентацию. Надеюсь, что у вас не осталось вопросов. Если у вас остались вопросы, вы, конечно, можете к нам обращаться. Я надеюсь, что компетентные государственные органы, как отдел ЖКХ и исторический музей, центр историко-архитектурного наследия, вот, они обратят внимание на нас. И я надеюсь, что вы, уважаемые господа, сможете реализовать вместе с нами эти инициативы. И я считаю то, что это будет наша общая победа за лучший город, за лучшую улицу Конституции Казахстана. Вот. Желаю всем вам благ и всем до новых встреч. До свидания.